Сокращение фонда оплаты и труда чиновников позволит распределить средства по приоритетным направлениям для развития и поддержки субъектов страны. Об этом уже не раз говорил глава государства. К исполнению поручения президента приступили и в Ненецком округе. Вопрос оптимизации расходов на содержание чиновников обсудили на заседании рабочей группы «Общество и власть. Прямой диалог» регионального отделения Общероссийского народного фронта. Вопрос сокращения расходов содержания чиновников в Ненецком округе из повестки фронтовиков не исчезал на протяжении всего 2015 года. На заседаниях рабочей группы «Общество и власть. Прямой диалог» тема оптимизации среди госслужащих стала одной из самых обсуждаемых. Еще в 2015 по итогам совещаний фронтовики вынесли соответствующие рекомендации органам власти региона. В нынешнее время этот вопрос наиболее актуален. В принципе он актуален на самом деле всегда, потому что вопрос то, сколько государства, сколько налогоплательщики тратят на чиновников, на содержание власти, это всегда вопрос важный. То есть он, наверное, и будет, и будет еще всегда и важным, потому что этот вопрос всегда существовал и будет существовать. А в нынешних реалиях, в нынешней экономической ситуации, в которой находится Россия, он приобретает еще большую актуальность. И мы решили провести рабочую группу для того, чтобы все-таки разобраться и понять, как чиновники, насколько они соптимизировались, насколько они сокращают расходы на содержание. По мнению экспертов ИНФ, к началу 2016 года требования эти были выполнены частично. Этот факт вызвал необходимость запросить у чиновников сведения о штатной численности сотрудников на начало 2015 и 2016 года, величине фонда оплаты труда, остатке денежных средств на зарплату муниципальных служащих на конец прошлого года. Из докладов стало понятно, что в 2015 году окружная администрация перешла на департаментную систему. Это привело к сокращению органов исполнительной власти от 23 к 14. Кроме того, в администрации региона сократилось количество госслужащих, относящихся к категории руководителей. Если до реформы департаментов у нас был каждый четвертый относился 25%, перечислялись к категории руководителей, то с переходом на департаментную систему 19%. В настоящее время губернаторам округа поставлена задача по оптимизации численности государственных служащих. Как это будет происходить, по каким направлениям? Во-первых, переводятся определенные должности государственных гражданских служащих в число негосслужащих. Об оптимизации также отчитались окружные парламентарии, Заполярный район и мэрия. Последняя, кстати, возглавила рейтинг самосохранения чиновников, который был составлен фронтовиками. Речь идет о ситуации, сложившейся в городском управлении образования. Напомню, с января 2016 года все полномочия в образовательной сфере, а также имущество перешли в ведение окружной администрации. Впрочем, 16 городских управленцев в сфере молодежной политики образования и спорта продолжают работать и получать зарплату. Я считаю, что бездействия мэра города по осуществлению вовремя мероприятий, связанных с передачей полномочий, повлекут дополнительные расходы из городского бюджета на зарплату работникам. Потому что вовремя их не предупредили об увольнении. Уволить сейчас их можно только по истечении двух месяцев. Уведомления работники управления образования получили в конце декабря. Поэтому сейчас им придется платить зарплату практически еще два месяца. Проведи мэр города все необходимые кадровые изменения вовремя, городской казне удалось бы сэкономить не один миллион рублей. Но этого не произошло, а вопросы остались. Поэтому фронтовиками принято решение продолжать контролировать оптимизацию расходов чиновников не только в части зарплат, но и касаемо предоставления санаторно-курортного лечения, предоставления служебного жилья и страхования.